Кто я в церкви и жизни? Баптист, писятник или харизмат? Почему это важно? Мир вам, сестры, братья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание». Это важный вопрос. Кто я? Для жизни верующего. Почему? Потому что это определяет жизнь с Богом, Духом Святым и служение у человека. В современное время, как говорят, стирается грань между этими понятиями. Но стирается это в видимом проведении служения, то есть в обычаях поместных церквей. А в духовном мире это важное основание для жизни церкви и человека. В чем? Иные языки, форма одежды, музыка, исцеление, пророчество. Какой день проводить собрание? Это все видимые факторы в служениях современных церквей полного Евангелия. Это как плоды у дерева. Но есть корень, то невидимое, что толкает и определяет эти плоды. А в церквях полного Евангелия это иные языки, форма одежды, музыка, исцеление, пророчество и т.д. Но есть один корень. Это Дух Святой. Именно Он и мнение к действию Духа Святого определяет, кто ты баптист, пятидесятник или харизмат. И об этом поговорим подробно. Мы помним по книге Деяния действия Духа Святого, описанного в первой церкви. И это три шага. Во-первых, водное крещение. Во-вторых, крещение Духом Святым. В-третьих, дары Духа Святого. Вообще, это второе видео из серии, из четырех видео о полноте жизни с Богом. Первое было для тех, кто хочет не существовать, а именно жить в полноте с Богом. Вы баптист, пятидесятник или харизмат? Это важный вопрос для жизни верующего, поскольку он определяет наши отношения с Богом, Святым Духом и Его служение. В этом видео мы исследуем важность определения нашей духовной идентичности и то, как она влияет на наше хождение с Богом в наше время. Подпишитесь, чтобы получить больше контента об углублении ваших отношений с Богом, принесении плодов Святого Духа и значений вводного крещения. Вера – основа. Откроем послание к Римлянам, 14 главу. Мы рассмотрим только первые четыре стиха. А так вообще вся глава очень хорошая и описывает взаимоотношения между братьями и сестрами в церкви. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный есть овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его». Это послание к Римлянам, 14 глава, с 1 по 4 стих. Здесь апостол Павел говорит, что нам нужно принимать друг друга такими, какие мы есть, и не осуждать, даже если кто-то думает иначе. Тут главные слова – это «принимайте и не осуждайте». Здесь говорится о еде и праздниках, которые люди делают для Бога. Мы с вами поговорим о мнении по отношению к Духу Святому, Духу Господнему. Именно это мнение определяет церковь, проведение служения и учения баптиста, писятника или харизмата. Действие Духа Святого «Кто я» в первой церкви. Мы помним, по книге «Деяния» действие Духа Святого, описанного в первой церкви. И это три шага. Во-первых, водное крещение. Во-вторых, крещение Духом Святым. В-третьих, дары Духа Святого. Можно иначе. Во-первых, баптист. Во-вторых, пятидесятники. В-третьих, харизматы. Баптист принимает водное крещение. Но мнение, что иные языки и дары Духа Святого есть, никто не спорит. Но только дары есть только у определенных людей. Это и определяет, что баптисты ездят и советуются по разным городам, где им служат пророки, целители. Кто-то имеет дар иных языков. Но это выборочно. Дары есть не у всех. Пятидесятник принимает водное крещение. Его мнение о даре иных языков, что его имеют все. И они все получают его. Это основное отличие пятидесятника от баптиста. Дар иных языков. И это дар, это знамение дает уверенность в присутствии Духа Святого в человеке. И, конечно, влияет на дальнейшую жизнь и служение. А когда служение, воскресенье или субботу, это уже мнение, которое не влияет на основание служения Духа Святого в церквях. А в дарах служения, как и баптисты, что дары Духа Святого есть только у определенных людей, но не у всех. Харизматы пошли немного дальше в принятии в свою жизнь даров Духа Святого. Они принимают осознанно водное крещение. Дар иных языков как обязательный атрибут своего движения. А отношение к дарам служения Святого Духа, что и это имеют все. Каждый имеет дары. И по мере необходимости Дух Святой может проявиться в любом человеке. Поэтому они не ездят по разным городам и по служителям. Верят, что если Богу нужно, Он и на собрании может сказать и пророчество, исцелить и так далее через каждого человека. И эти отличия, мнение – это не отдельное действие Святого Духа и людей. На это так смотреть нельзя. От веры в веру. Как сказал апостол Павел в послании к Римлянам, 1 глава, стих 17. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Это послание к Римлянам, 1 глава, 17 стих. Это движение Духа Святого, которое передается от веры в веру. Первый шаг – это водное крещение Иисуса Христа. Второй шаг – это знамение говорения на иных языках. В-третьих, это применение и действие Духа Святого, Его даров. Это не отдельное действие. Это как в школе. Сначала первый класс. Потом на основании знаний, полученных в первом классе, можно учиться и во втором. Но невозможно сразу учиться в девятом классе. Обязательно нужно пройти первое. Баптисты, Пятидесятники, Харизматы. Это действие, движение Духа Святого в нации, народе, для принятия Его в полноте служения. От малого к большему. От знания к знанию. От веры в веру. И это не конец. Мы все, весь христианский мир, ожидает позднего дождя. Пробуждение. Излияние Духа Святого на землю. Баптисты, Пятидесятники, Харизматы. Все ждут следующего шага веры. Излияние Духа Святого. Какой он будет, пока не знаем. Но все укрепляемся в своих мнениях и вере. Ожидаем. Это нужно для того, чтобы знать, кто я. Не по внешним служениям в нашем собрании, а наше личное отношение, мнение к Духу Святому и Его дарах лично в жизни каждого из нас. Друзья, ни в коем случае нельзя говорить, что кто-то плохой или хороший. Здесь каждый лично дает отчет перед Богом и мера служения с Духом Святым. Если ты считаешь себя баптистом, спасибо Богу, что ты есть. Но ты будешь давать отчет веры своего спасения, спасем ты или нет. Сам, лично, один на один с Богом. А если ты считаешь себя пятидесятником, субботником, спасибо Богу за брата или сестру во Христе. Но если ты не имеешь знамения дара иных языков, спроси у Бога Отца в тайной комнате, почему ты не имеешь его, и востребуй. Бог спросит у тебя, почему ты не хочешь иметь этот дар, или не хочешь убрать те препятствия в принятии его. А если ты свободный харизмат, как я рад, что ты есть. Тогда пойди в тайную комнату и, стоя на коленях, спроси желание служить в дарах Духа Святого. Прости неотступно. Ведь если ты харизмат, значит ты веришь, что ты можешь служить в церкви братьям и сестрам, дарами Духа Святого, для превращения тебя в любви к телу Христовому, и будешь отвечать перед Богом. Почему ты этого не делаешь? Откроем Евангелие от Луки, 12 главу, стихи 47 по 50. «Раб же тот, который знал волю Господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше и взыщут. Огонь пришел я нести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься. И как я томлюсь, пока сие совершится?» Это Евангелие от Луки, 12 глава, стихи 47 по 50. «Мера веры» отвечает на вопрос «Кто я?» Каждому из нас дана мера веры. Не собранию, не пастырам, а именно каждому. Мера веры, которой мы должны жить и служить. Именно за это мы отвечаем перед Богом, за свою меру веры. А мы, мои слушатели, конечно, знаем свою меру веры и честно исполняем свое служение. Наверное, для нас, моим слушателям, Павел написал во втором послании Тимофея, 4 глава, стихи 7-8. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судья, в день Оны, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Это второе послание Тимофею, 4 глава, стихи 7-8. «И нам с вами готовится венец правды за то, что мы подвязались добрым подвигом веры, служение совершаем, веру сохраняем нашу, и братьев, и сестер. Скажите аминь». Мы поговорили на тему «Кто я? Баптисты, Пятьдесятники или ты харизмат?» Это второе видео на четыре темы жизни христианина. Перед этим мы говорили о нашей жизни с Богом. Следующее будет о нашем враге-сплетниках. Потом о наших взаимоотношениях в церкви. Что такое современная церковь Иисуса Христа. И проведем аналогию с Давидом, другом Бога. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени. Смотрели, что говорит апостол Павел и Слово Божье о нашей мере веры и как в ней жить. Более того, мы еще много будем говорить на темы молитвы, церкви, Бога, Иисуса Христа и Духа Святого. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. С вашего разрешения сейчас я заканчиваю. Вам понравилась запись или вы получили Слово Откровения от Духа Святого? Конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям. В результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Аминь. Слава Богу.